А теперь главное слово. Это настолько важно, что я снова выйду в зал. Это не очень смешно, но очень правильно. Поэтому я вроде как ближе к народу к вам сейчас. Самое популярное слово на Западе какое? Демократия. Вот скажите, многие знают, что это означает. Вы знаете, что означает слово демократия? Конечно. Что? Это как вы относитесь к ней? Это называется боязнь микрофона. Боязнь микрофона, да, конечно. Кто скажет, что это означает? Демократия по современным понятиям. Власть народа ползала, кричит, уже нечего и спрашивает. Что? Равный народу. Равный народу. Кратос равный, да. Кстати, интересное замечание, потому что многие расценивают это слово как власть. На самом деле я позволю сделать себе уточнение. Изначально в древнегреческом языке слово демос, это очень важно нам понять. Этот смысл только слышится в русском языке. Демос означало не народ, а та часть народа, которая участвует в выборах. То есть электорат назывался. А какие чувства руководили людьми, которые шли на выборы? Они выбирали того, кто обещал отомстить, казнить, наказать, завоевать. Демонические чувства. И слово демос от слова демоны. Поэтому демократия означает власть демонов. Опечалил я вас малость этим, друзья мои. И тем не менее, только в русском языке. Хотя пришли эти слова из древней Греции, с латыни, но туда попали древние арийские корни. И поэтому они вернулись к нам с тем смыслом, который можем мы услышать только на русском языке. Администрация. От какого слова? Уже сказали. Ад. Правильно. Администрация. От слова ад. Ад мне страх. Это слышно только на русском языке. Сокровище. Кровище. Я хотел сказать кровь, но там кто-то еще точнее выкрикнул. Кровище. Правильно. Будете копить сокровище, будет кровище. Слово деньги на английском означает маны. Правильно. От какого слова, как вы думаете? Мани. Мани. Нет. Деньги. От какого нашего слова могло произойти? Демоны. Демоны от слова манить. И маны от слова манить. Заманывать. Манить демоны. Правильно. А менеджер? Заманивающий. Заманивающий. Правильно. Менеджер это заманивающий. Обманыватель. Смотрите, как точно. Посмотрите. Здесь много менеджеров. Здесь много менеджеров. Но это осталось. А деньги на русском языке? Насколько точнее? День и ги. Ги на санскрите полезная вещь. Полезная вещь на один день. Смотрите, какие есть тайны в языке, если его начать слышать. Кстати, деньги это зло. Только русские могли придумать это. Вы скажите американцу, что деньги это зло. Да он в жизни вас не поймет. А ведь зло. Зло. Приходишь в магазин, видишь цены и понимаешь, зла не хватает. Вот почему произошло так? Вот почему слова поменяли свой смысл? У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что мир попал под торговцев. Под торгашей. И они стали идеалами нашими. И их вообще не уважали. И знаете, как называли в древности? Оскорбительным словом товарищи. Как и разбойников. Потому что нападая на караваны и суда, они кричали товар ищи. А большевики от слова боль. А таможников... Таможники, это я в камеру говорю, не обижайтесь сейчас, я потом объясню все. Таможников называли сволочи. Потому что они сволакивали товар все время в одно место. Но если таможники смотрят сейчас по телевизору, им не надо обижаться. Потому что наши не сволочи таможники. Это древние сволочи. А наши не сволочи таможники. Наши товарищи. Почему природный смысл сохранился в славянских языках всех этих слов? Да потому что торгаши завоевали прежде всего западный мир. И западные страны легли под торгашей. А потом инквизиция вообще уничтожила тонкое чувство немира в западных странах. Вот поэтому искать божественный смысл в их словах, это все равно, что искать девственность у пожилой проститутки. И тут, смотрите, вот многие знают другие языки. Даже на английский, богатейший язык, нельзя перевести слово воля, подвиг. Женская доля нельзя перевести на английский язык. Переведете, это будет доля наследства, которая досталась женщине после развода. Потому что все на деньги меряется. Спасибо православию. Оно сохранило женскую энергию России. Знаете, вот они никогда бы не дали казнить женщин и сжечь их на кострах. Потому что это католические священники были педофилами всегда, а наши всегда были бабниками. Они называют на западе наше православие ортодокс-черч, ортодоксальная религия. Это мы ортодоксы. Мы никого не жгли, никого не заставляли, не обращали мечом и огнем веру в свою. Никогда у нас не было крестовых походов. В результате действительно в русском народе, в славянских народах сохранилась женская энергия. И доказательство, я на многих пляжах мира бывал, лежат славянские девушки, к ним пристают все мужики мира. А у тех нет энергетики, у западных. Лежит украинка и немка рядом. К нашей мужике пристают, к немке загар. И то не очень. Посмотришь на наше, ну чудо. Немка, ну невозможно. Ушки топориком. Конечно, она за эмансипацию борется, потому что в профиль вообще чинкачгук большой змей. И ни одного гормона из нее не исходит женского. Наши еще губки накачали. Я не могу. Это такое чудо. Сейчас славянские женщины с накачанными вот эти модели. Причем почему-то накачали верхнюю губу. Вот это. Это что, красиво? Вот это аплодируют те, кто видели это все. У меня такой козырек над крыльцом на даче. Я когда вижу модель с такой губой, мне ее жалко. Потому что если она идет по улице, то брызги из-под машин залетают под их. Но зато только в православии мы называем священнослужителей батюшки. И именно батюшкам мы обязаны сохранению русского языка. Отче не переведете на английский язык. Там нет такого слова. Там есть слово глаза. Это разные. Отче это что? Очаровывать глаза, глазеть. Уста. Нет такого слова. Есть слово рот. Почему? Уста это устанавливать мудрости, а рот отверстие в голове. И голова для противовеса. Я понимаю, считается, что это слова устаревшие, но мы все знаем их значение. В одном из словарей русских написано, новых, наших, современных словарей, написано... Написано совесть в скобках устаревшая. В английском языке считается слов больше. Да, слово мужчина у них есть, а мужик нет. Мужиков-то нет. Одни джентльмены. А джентльмен это не мужик. А у нас еще мужчинка. А еще мужичок. А мужичок с ноготок. Я одному англичанину объяснял, что такое мужичок с ноготок. У него мужичок с ноготок стал, когда ему это объяснили. Но больше всего я горжусь своим лингвистическим наблюдением, о котором я не раз говорил. Со сцены еще буду повторять, чтобы во всех долбить. Когда мы заглядываем в комнату, там никого нет. Нет, мы говорим, не души. Для нас человек это душа. Когда англичане, американцы, англодумающие, заглядывают в комнату, они говорят, Nobody, нет туловища. Для них человек это туловище с отверстием в голове и голова для противовеса. Когда наши герои фильма попадают в тяжелые ситуации, они кричат, что? Спасаем наши души. Что кричат голливудские герои? Задницы спасаем. А спасают самое дорогое. И еще одно доказательство. Я заглянул в историю, какие кликухи, вот так скажем, давались королям и царям. У нас и у них. Посмотрите, какая разница, как видна разница психологии. У нас Богумир, Борислав, Ярослав, Святослав, Люба Мудр. Какие светоносные имена. В Европе никаких, Люба Мудр. Ты чё? Там конкретные пацаны были у власти. Людовик Ленивый, Генрих Толстый, Филипп Колченогий, Вильгельм Завоеватель, Ричард Львиное Сердце, Людвиг Лисий Хвост, Эдуард Зайчий Уши, Бонифаст Подуздоватый. Это кунцкамера. К сожалению, Петр Первый нарушил нам программу. Он нас перекодировал. Он прорубил окно в Европу. Достаточно было проговырять форточку. Подглядывать, мусор выбрасывать.